Первое положение тела стоя неподвижно, ты этим положением можешь принять, то есть терпение это вырабатывать. Это не принять терпение, вот допустим иногда надо терпеть, иногда надо принимать. Вот кого надо терпеть? Принимать нельзя. Если с тобой живет, допустим, пьяница, его надо терпеть. Принимать нельзя в себя пьянство, потому что пьянство это зло. Не надо принимать, надо терпеть. Но терпение означает, что ты можешь жить дальше, но ты с этим не соединяешься. Стоя неподвижно, можно вытерпеть, что хочешь. Особенно, если рядом с деревом стоять и молиться. Потому что дерево обладает колоссальным терпением, оно не двигается всю жизнь и копит эту аскезу. Обнять не надо нож, не муж, просто спиной надо встать. Перенять надо силу от него, а не любовь. Если вы отнимаете, вы как бы любовь от дерева, вы любите его, ну можно любить дерево, но тогда аскеза не перейдет. Оно тогда будет просыпаться, и он, что такое, что такое. Оно же спит. Вот представьте, вы кого-то обнимаете, он спит. И он такое как бы будет чувствовать, что-то происходит, а что, непонятно. Примерно то же самое с деревом будет происходить. Вы будете будить это сна, любовью своей. Если вы станете спиной, то ваша сила, дерево, перейдет к вам. Следующее положение тела, вы стоите на колени, опускаетесь на колени, прямая спина, в это время идет принятие. Ну то есть, кого надо принимать? Вот допустим, сына своего. Он, допустим, имеет плохой характер, вас раздражает. Молитва на коленях дает возможность сделать так, чтобы он вообще не раздражал. Будет принятие. Вы приняли его, и все, и у вас нет проблем. Понимаете, молитвой принимаете просто судьбу. Близкого человека, его характер, принимаете. Когда человек опускается на ягодицы вниз, называется поза алмаза, то у него включается способность пробивать судьбу. Вот так вот. Ее отодвигать от себя. Понятно? То есть, он берет и отодвигает от себя судьбу. Не дает ей разрушить себя. Запомнили? Следующее положение тела, это когда человек переплетает или одну ногу вот так наверх, или две. Это очень сильно повышает концентрацию внимания. И вы можете очень сильно помнить о Боге. Вот это положение тела увеличивает память и концентрацию внимания. Лотос или полулотос. Причем там по-разному. Если ты сверху кладешь правую ногу, то тогда у тебя увеличивается воля в молитве. А если левую ногу сверху, тогда любовь. Следующее положение тела, это поза бабочки. Ноги, стопы вместе соединяете, колени в розь и полусогнутая спина. Ну, почти прямая. Там невозможно прямую, это надо быть совсем йогом. Вот. Это положение тела увеличивает спокойствие человека. И освобождает женщину от болезней половых органов. А мужчина освобождает от похоти. От жарок, вот эта вот похоть. Женщина освобождается от болезни от всех. Это способствует нормальному рождению. Мужчина освобождается от желания обладать женщиной чрезмерно. И это же упражнение дает человеку спокойствие, возможность гармонично, спокойно относиться к людям. Успокаивая психику, гармонию будет. Вот основные положения тела, побеждающие судьбу. Все остальные не так сильно побеждают. Можно сидеть в одном положении подвижно, потом переходить на другое, если вы чувствуете, что вы не можете. Эти же положения тела лечат от человека. Время. Время зависит от ваших возможностей, вашего организма. Хотя бы приблизительно. Приблизительно, если вы не двигаетесь, неподвижно находитесь в каком-то положении, допустим, 10 минут, то начинается очищение организма, и вы чувствуете, что все тело отекает. Если у вас есть сила, здоровье сидеть дальше, то примерно через 15-20 минут начинается жар в теле от этого положения. И если у вас есть здоровье сидеть дальше, то примерно через 25 минут у вас наступает прохлада по всему телу и расслабление. А, нет, нет, у вас примерно через 25 минут наступает онемение по всему телу, сильное онемение такое. И ощущение, что как будто вы тело не чувствуете. И потом наступает облегчение только после этого. Примерно один психический цилиндр прочищается за 20-25 минут у всех по-разному. И потом опять следующий такой цикл идет. Примерно 100 минут неподвижное положение тела очищает полностью все четыре психических цилиндра. И человек может таким образом любую болезнь победить. Но я, например, не могу 100 минут находиться в одном положении тела. Это для меня просто невозможно. Я могу это делать в течение 40 минут. Но зато я могу 100 минут бегать. Каждый свою аскезу выбирает. Я, допустим, одна аскеза полное очищение организма означает, дает эффект сразу всех аскез. Допустим, я не могу поститься 2,5 суток, это максимум на воде, который нужен для очищения всего организма. И не могу неподвижное положение тела 100 минут делать. А кто-то наоборот. Вот кто из вас может 100 минут, допустим, в лотосе сидеть и не стоять 100 минут может. Все, значит, это ваша аскеза. То есть не обязательно бегать 16 километров. Можно просто вот эту аскезу делать. Не обязательно поститься 2,5 суток. Одна аскеза полностью дает возможность пользоваться плодами других аскез, которые вы делаете уже не полностью, не полный цикл. То есть каждый человек должен выбрать сам, что ему проще, что легче ему сделать до конца из этих четырех вариантов. Обычно женщинам подходит пост больше всего. Ну то есть женщинам легче всего 2,5 суток не есть ничего. И это дает плоды других тоже вариантов аскеза.